Младшие сестры и чемпионок из дружины Минск на старте нового сезона как раз встречались с Горизонтом. Этим матчем фактически стартовал новый розыгрыш внутреннего первенства. Наш корреспондент Александр Якубовский наблюдал за реакцией серебряного призера и оценил, есть ли в его глазах огонь реваншизма. Сохранить два главных национальных трофея – это первоочередная задача и мужской, и женской команд Минска. А пока они напоминают о достижениях прошлого сезона в фойе спорткомплекса по улице Уральской. Но это далеко не все цели горожан на сезон. Победа в чемпионате мужской и женской команды, победа в кубке мужской и женской команды, а также успешное участие в международной студенческой лиге, студенческой, где участвуют молодежные и женские команды, успешное участие молодежной команды в единой лиге ВТБ, и участие команды 3х3 во всех международных турнирах, где они принимают участие. То есть цели глобальные, как всегда. Своего главного конкурента в женском чемпионате «Горизонт» председатель клуба увидел в деле на старте нового розыгрыша. Коллектив Натальи Трофимовой встречался с молодежной командой Минска. Но и основной против таких соперниц придется непросто. «Горизонт есть горизонт. Пока играет Анастасия Веребенко, пока играет Юлия Рыцикова, пока играет Виктория Гаспер. Эта команда все равно высочайшего уровня. Поэтому нам не будет просто, но это не мешает нашим целям. Задача выиграть. Поэтому и состав у нас хороший состав. Наш состав хороший. Что будет в игре, мы посмотрим. На бумаге он хороший. Опытные ветераны «Горизонта» все еще в деле. Причина банальна. Любовь к этому виду спорта. Юлия Рыцикова вернулась в команду еще в прошлом сезоне. А сейчас хорошо справляется не только на паркете, но и растит двоих сыновей. Одному 11, второму полтора года. Как-то совмещается. Главное, чтобы было желание. Возможности мы всегда найдем. Мешает это в том числе и тренировочному. Я имею в виду не то, чтобы не мешает. Тренировочный процесс может мешать воспитанию детей. Вот дети в жизни, наверное, не помешают этому. Тяжелее было в прошлом году начинать. Было очень маленький. А сейчас потихоньку где-то приобщаемся к детскому саду. Где-то пытаемся общаться с другими детьми. Так что дальше, я думаю, проще. Непривычно для болельщиков клуб из Минской области начинает новый сезон без Ольги Зюськовой. После прошлого розыгрыша она завершила игровую карьеру. Я уже отыграла свое. Мне достаточно. Когда-то бы это все равно закончилось. И всегда нужно что-то начинать сначала. Ни капли не жалею. Даже, скажу, больше уже втянулась. И сразу приступила к работе со второй командой «Горизонта». Тренерская работа – это совершенно, наверное, другое. Другие эмоции. Порой, наверное, думаешь, вот я бы так сделала. Сто процентов. Вот когда они выходят на площадку и делают, думаешь, ну, блин, я бы точно по-другому сделала. Тренерская работа, естественно, это совершенно другая работа. Это реально большое количество эмоций. То есть ты приезжаешь домой и полностью, словом, совсем ничего не хочется делать. Тебе бы просто постельку лезть и поспать. Есть, да, очень даже такие неплохие девочки, которые действительно, я думаю, еще годик-два, и они действительно уже будут готовы к национальной команде, которая быстрее всего, что будет помогать. А сейчас к основной команде. В коллектив добавились молодые баскетболистки из Эргуора. Защитники Олеся Тальковская, Марта Головач и форвард Ольга Тригрибцева. Подписала контракт с «Горизонтом» и 31-летняя американка Даника Косби. Приятно, что она обретает кондиции, поскольку были проблемы по приезду и с акклиматизацией. А сейчас, ну, я думаю, дальше с каждой последующей игрой будет лучше. Пока молодые учатся, Виктории приносят по-прежнему опытные баскетболистки. 71-57 обыграна молодежная команда Минска. За счет старой гвардии, да, вы правильно сказали, именно за счет опыта. Веременко, Гаспер, Рытикова и Косби. Четыре человека, которые, ну, по факту сделали игру. Сохранить кубок и вернуть чемпионские титулы. Задачи «Горизонта», как, в принципе, его главного конкурента, очевидны. Здесь, скорее, не жажда реванша. Есть поставленные цели, к которым надо идти и которых надо достигать. Конкретно о реванше, я думаю, пока говорить рано. На игра за игрой мы идем. Чемпионат только сегодня начался, и он достаточно длинный. На старте сезона основной состав Минска не оставил никаких шансов гомельским рысям. 99-51. А с «Горизонтом» действующие чемпионки встретятся на предварительном этапе только 26 октября. Тогда и сможем сравнить уровень главных фаворитов первенства. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...